Домович. У меня ситуация такая. Четыре года назад я рассталась с человеком, с которым я прожила три года. Сколько времени назад ты остались? Четыре года уже прошло. Ну, сколько? Много уже прошло? Да, уже прошло много. И пришла потому что и не к другому. Просто мне стало грустно, страшно. В общем, я видела, что у меня нет синонии морально, у меня нет реально никак. За эти четыре года произошло очень много. И было несколько попыток устроить отношения. Два года назад я встретила еще одного человека. Как вы говорите, удав. Для меня это. Я как лягушка с ним. Он меня очень измолчил. Он вообще до сих пор. Этот человек, с которым я жила, все это время где-то был рядом. Вот. Факт в том, что я родила дочь от этого второго человека. И получается, что привязала его к себе очень надолго. Он идет очень неверостной в жизни. Столько всего надо у него там. И мне заговорили, что я просто не верю, что он изменится когда-либо вообще. там, все. То есть, вы мне сейчас говорите, Олег Геннадьевич, меня к этому не надо возвращать. Так, хорошо. Дальше. Да, я хочу понять, насколько, в какой степени тяжести моя семейная карма. Факт в том, что тот человек, он как бы сейчас хочет жениться. Первый? Да, первый. Ну женитесь. Он, то есть, он готов вроде как взять отрезки за меня. Ну, хорошо. Но я тут думаю, что он прям вот так же, ну, как и тогда, что он потянет материальный лучше, и в жилом сам себя вернет, а я с дочерью еще. Вот, женщины, смотрите, вырождены для счастья все. Кто счастье должен давать? Мужик. Ну, то есть, вы вот родились для счастья. И мужчина должен давать это счастье. Так устроено воспримятие мира женское. Но счастье дает, на самом деле, Бог, а не мужчина. В этом иллюзия, ошибка. И когда женщина сильно верит в то, что муж, мужик ей должен дать счастье, она попадает в засаду судьбы. Потому что мужчина будет ей давать ее судьбу, а не счастье. Вот в этом ошибка мышления, понимаете? А семейная карма у вас нелегкая. И поэтому вам мужчина будет давать только то, что вы заслужили. А счастье будет давать Бог. Молчать? Потому что сказали, Бог через меня говорит. Сейчас будет вам говорить. Надо вернуться к первому. У вас нет вариантов. Вы не найдете свою мечту. У вас нет возможности такой в жизни. Вы же увидели, что вы попытались. И вроде бы она забрежела на горизонте. И что вы получили в результате? Еще хуже. А теперь даже она не будет брежеть на горизонте. Потому что Бог сейчас не будет вам больше вас обманывать. Он вас уже провел воспитательный процесс с вами. Все. Нужно стремиться к Богу в своем сердце. И дать себя тому человеку, которому вы нравитесь. Потом дальше он вам тоже понравится со временем. Но нету другого варианта у вас. Но нету. Я не вижу. Понимаете? Бог вам специально держит этого человека, чтобы вы одна не остались. Почему я могу не встретить человека по душе? Это не называется по душе. Это называется Олег Геннадьевич. Почему я не могу наслаждаться мужиком? Потому что не заслужили. Не буду вам рассказывать, что вы там в прошлом мужском теле вытворяли. Не заслужили. Вот вы заслужили такого мужчину. Бог вам дал его. Он вас любит. Дал вот такого. Ну что вы хотите? Но нет у вас возможности лучше. Вы можете выбрать такой путь. Сказать Господу. Господи, раз я не могу получить то, что я хочу, тогда мне вообще ничего не надо. Я хочу просто служить тебе, жить для тебя. У меня уже есть ребенок. И все. Я просто тебе служу и все. И буду счастлив. Такой вариант тоже есть? Тяжело. А вот только в этом случае есть вероятность, что он вам даст свою милость и через эту милость придет то, что вы ждете. Но вы это не заслуживаете. Ну просто милость и все. Если вы себя Богу отдадите и больше ничего не будете хотеть в жизни. Но понимаете, вы не хотите Богу себя отдавать. Вы с ним торгуетесь сейчас. А торг не уместен, потому что вам не положено. У вас нет денег, чтобы купить товар. Это самый простой и лучший вариант. Возвращаться к хорошему человеку. Вам Бог дал хорошего человека. Вот смотрите. Первый вот этот. Хороший человек. Отличный. Лучше вас. Просто у вас нет к нему чувств и все. И вы из-за этого не хотите осчастливить этого человека. Хотя Бог специально привязал его к вам. Чтобы вы стали лучше. Он вам готов служить, заботиться о вас. Почему вы не хотите сделать его счастливым? И потом вы сами с ним станете счастливы со временем. Потому что поймете его сердце. А у него сердце очень хорошее. Он вам все простил, несмотря на то, что вы совершили. Люди часто не договаривают. Они говорят, я просто устала и ушла. Они так говорят. Да? Они не рассказывают детали. Люди детали не рассказывают. А детали были серьезные. И он все равно простил этот человек. А что вы с ним сделаете? Ему ничего не надо от вас. Что вы сделаете? Ну, он уберется, что хочет семью. И вернется. И будет должен быть со мной. Чтобы это не стало. Ну, прям. То есть. Вообще. Вот. Вот. что вы делаете? Столько мужиков, а, вокруг. И все несчастные. И этот хочет, и тот. Что несчастные-то? Смотрите, сколько мужиков. И так, и так хорошо. Можете выбрать из двух. Одного. 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 И Бог не накажет вас. Или первого, или второго. Одного. Одного. Да, это факт. Это правда. А с первым будете счастливы. Но больше ничего нет. Понимаете, вам Бог дал двоих. Что еще, третий вы хотите замучить? Хватит уже все. Двоих хватит. У него мужиков не так много для замучения. Все, видите, я вам все сказал. Спасибо. Или есть третий вариант. Просто отречься от всех и забыть про мужчин. Бог вам больше ничего не даст. Забыть про мужчин, просто служить Богу. И Он, может быть, вам даст свою милость. И даст очень хорошего человека. Вот какого вы хотите. Но это будет милость. Вы его не заслуживаете сейчас. Спасибо. Ну, нет другого пути. Ну, не вижу. Ну, не вижу я. Не могу вам. Но если хотите, чтобы я вас обманул, могу сказать, все будет хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.